Вам здесь все хорошо учиться? Да! Поднимите руки, кто из вас кушает в столовой. Так, отлично. Что сегодня давали на завтрак? Привески, привески, посетки! Все лучшее первоклассникам. Восемь начальных классов из аварийного здания 46-й школы перевели в учебный центр РЖД. В здании с хорошим ремонтом хватило места и для классов с игровыми зонами, и для гардероба, и для столовой. Сейчас с директором прошли, посмотрели, как занимаются дети. Все-таки осень, у нас последняя неделя перед каникулами, заканчивается четверть. Вы видите, какие большие классы, полные детей. Дети почти в полном составе, и они здесь уже, в общем-то, адаптировались. Больше всего новых учеников принял техникум сервиса производственного оборудования. 12 классов с 5 по 11 распределили на две смены. Несколько классов перевели в Центр дополнительного образования подросток, колледж-связи, 20-ю школу и Самарскую гуманитарную академию. Все эти здания находятся буквально в пределах одной улицы советской армии, чтобы было удобно и детям, и родителям, и учителям. И, конечно, мы видим необходимость и задачу более компактного размещения детей, и ищем место и возможность перевести их в те места дислокации, на которых мы сейчас располагаемся. Происходит перемещение учителей, но здесь необходимо было провести, выстроить определенную логику в составлении учебного расписания, так, чтобы учителям было наиболее удобно и комфортно перемещаться. Все возникающие вопросы решают вместе с родителями, которые пришли встречать детей после занятий. Здесь устраивает занятие, и всем рядом. То, что в какую-то другую школу, как говорят, за тысячу верст, это из-за одной физкультуры не стоит. Надо вам решить, что, ну, как скажем, что для детей для вас важнее, скажем, подвоз или какие-то временные неудобства, ну, физкультура, конечно, я согласна, что это плохо. Нас условия очень даже устраивают. Мы считаем, что вообще наши дети сейчас вообще в тепличных условиях находятся. Здание 46-й школы пока закрыто. Сейчас идет подготовка к составлению сметно-технической документации. Школу ждет капитальный ремонт. Олеся Корецкая, Станислав Левин. События. Задача всю даму. Полярный маск известный.